Анатолий 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 И наступил день О! Что потом было-то? А ты слушай и не перебивай Людей в ту ночь много погибло Все крупные города были разрушены Все то, что мы называли цивилизацией, превратилось в бебел Мы словно в каменном веке оказались в один миг А все проблемы человечества исчезли Так как появилась одна большая глобальная задача Выжить! и вот тогда пришли монстры они хлынули уцелевшие города огромными стаями уничтожая все живое на своем пути в те дни без того сократившиеся человечество стало еще больше но такие города которые смогли дать отпор монстры военные смогли возглавить людей они начали объединяться и зачищать разрушенные города от мутантов находить других уцелевших людей так и появилась конфедерация одной из важных задач для конфедерации был тогда поиск ученых которые занимались в проектах wc удалось даже найти уцелевшие лаборатории в которых и по сей день трудятся ученые благодаря ученым удалось частично восстановить исследования которые проводились с ндп излучением до катастрофы и даже применить кое-какие технологии так например ученым удалось создать специальные концентраторы ндп излучения которые определенным образом меняют его и формируют что-то вроде защитного поля мутанты этого поля боятся как огня и не заходят в него вот так были созданы купола над городами которые защищают нас от монстров есть еще одна вещь которая досталась нам в наследство от старого мира телепорты насколько мне известно это какие-то старые военные разработки их в тестовом режиме для отладки поставили несколько штук всего задачу этих телепортов изначально планировались такие обеспечение быстрого подвода войск доставка боеприпасов на поле заражения транспортировка раненых и их лечения но нормально отладить их до катастрофы так и не успели так что работает только одна функция транспортировка раненых да и то не совсем так как надо забирает не раненых а только убитых и не везде только в зоне уверенного приема да и сам процесс телепортации да еще рулят хорошо если при переносе только из рюкзака что-то пропадет а то глядишь без руки или ноги тебя перенесет а то и вовсе сбой какой произойдет короче опасная эта вещь и болезненная вот помню как-то раз угораздило меня на стадо кабанов нарваться за городом ну и как водится затоптали они меня в три секунды так меня телепорт этот вообще без всей одежды перенес а еще я прям чувствовал как он меня по кусочкам собирает незабываемое ощущение знаешь хотя вон на арене и смельчаки и каждый день по несколько раз с телепортами пользуются ничего вроде живы еще ты слышишь че такое он там в кустах что-то